А сегодня мы идем знакомиться с самым чистым котиком. Она такая приятная, она как будто бархатная. Проблема у нас с кошкой была в том, что она очень кричит, когда моется. Ее занести в ванну – это невероятный труд. Мы ее только в ванную приносим, она начинает орать, она начинает цепляться. Мы подраны и были вот так вот всей этой кошкой, чтобы ее помыть. А сфинкс их постоянно надо мыть, они потеют и пачкаются, и ты ничего с этим не сделаешь. И мы старались уже раз в две недели, когда совсем на нее грустно смотреть, когда грязь отваливается сама, и мы ее несли в ванную. А тут мы в машину поехали помыть на автоматическую мойку, и Сунька такая – мать, у меня есть план. Пошла на балконе, взяла цветочный горшок, паяльник, наделала дырок, попросила папу вырезать дверцы. И говорит, все, сейчас кошка будет мыться. И вот получилась кошкомойка. Меня зовут София. Для начала нам понадобится кошка. Для начала она должна зайти в кошкомойку. Так, она сюда заходит. Здесь есть мочалки. Мы открываем дверцу, чтобы кошка могла пройти сквозь мочалки. Это принцип, как мойка машины, да? Да. Автоматическая. Давай, давай. Она здесь трется. Здесь мы ее поливаем душиком. Так. Сверху. Или можно сбоку. Угу. Потом мы открываем эту дверцу. Так. Так. Кошка выходит через полотенце. Кот? Всего шесть месяцев. Она тебя уже на изобретение вдохновила. Скажите, пожалуйста, как мотивировать своего ребенка делать что-то, кроме сидения в телефоне? А, очень просто. Надо забрать у него телефон. Так. И все. Если у ребенка забирать периодически телефон, ему становится нечего делать, и он идет делать что-то полезное. Так, ну подождите. Обычно дети идут конючить, и там мама, мне скучно, и все остальное. Вот это как? У нас не было таких проблем. Она начинает выпрашивать. Последняя говорит, мама, купи 3D-ручку. Мы у нее забрали телефон. Она говорит, мама, тогда 3D-ручку. И мы идем на встречу. Мы не отказываем. Мы покупаем. Она хочет 3D-ручку, она занимается. Мое дело, как матери, в принципе, не мешать. Угу. То есть, я даже скажу не то, что поддерживаю. Я в это дне сильно не вмешиваюсь. Она приходит, спросит у меня что-то. Я даю то, что она хочет, и все, и она дальше уже пошла. Обычно у нее в комнате такой творческий бардак, когда я просто открываю дверь, смотрю на это все, грустно закрываю, и думаю, нет, я туда лезть на пол. Родители, поддерживайте своих детей. Не ругайтесь вы на них за этот беспорядок, а иногда просто не мешайте. Заводите им котиков.